Есть большая проблема, поэтому некоторые просто из готового рулона нарезали. Такой проект, опять же, социально-антишный, про экологию. То есть он сочетает как и технология социального проектирования, так и, соответственно, IT-часть. Ну, что у нас сейчас есть, когда мы говорим про некую природу, экологию, защиту природы и так далее, нам все время кажется, что это где-то там далеко, где-то там, да, это явно не про город. И что вообще может городской житель сделать для того, чтобы влиять на интереса в Амазонии, в этих тонющие белые медведи на полярных полюсах глобального степления и так далее и тому подобное. Вот. И отношение к природе достаточно пользовательское получается, да. Вы ехать на выходные, там, шашлычки, попользоваться, уехать обратно в город. Но когда мы стали исследовать этот момент, оказалось, что как раз-таки как основная проблема для природы и экологии вообще мировой именно в городах средоточен, потому что большинство населения живет в городах, и все, что употребляется, ресурсы выкапываются и так далее, это что же делать для городов, для основного населения, которое там три четверти скоро будет жить в городах. Вот. Но и решение этого вопроса тоже может быть в городах, потому что в них создаточены культурные центры, научные, все интеллектуальные мощи и так далее, да. Вторая проблема, почему это все еще не делается в такой ситуации, и на самом деле не только в программе экологии, а для всех других этого проекта в том числе, это атомизация нашего общества, да, плохие социальные связи между друг другом и так далее. И поэтому, мне кажется, как раз-таки специалист по работе с молодежью, и вот в том числе должен быть неким таким социальным архитектором, который, ну, одна из целей не то, чтобы там показать, вот мы что-то делаем, да, и так далее, а цель – соединять эти контакты, находить людей в районе и так далее, на каких-то уже артистов, волонтеров, и как-то слепливать из них проекты, да, и чтобы они работали уже без него, дальше идти дальше. Да, вот такой медиатор. Здесь перечислены проблемы, там, в принципе, тоже будут останавливаться, да, но тот, который я не назвал, это разобщенность еще НКО проблем, да, почему у нас экологические проблемы так тормозятся, потому что каждый занимается своим участком, там, кто-то высаживает деревья, кто-то мусором, кто-то животными и так далее, но между собой они даже особо не общаются. Вот я 12 лет, в общем, в этой сфере откручусь и вот на еще говорю. И, соответственно, что мы предлагаем? С одной стороны, это мероприятие объединяющее, при том не просто как-то вышли, показались там, попиарились и ушли, да, а именно найти людей и соединить вот эти вот взаимосвязи с другом. И эти взаимосвязи должны поддерживать IT-платформу, потому что, когда их там не 10-20 человек, а сотни и тысячи человек, да, в районе, где IT-платформы невозможно, да, эти связи не атрибировать. Соответственно, мы хотим провести такой соседский экофестиваль и сделать IT-платформу, в том числе с мобильным приложением, которое будет поддерживать эти контакты, в том числе вот эти системы бонусов, базы активистов, и главное, что возможность быстрого контакта НКО и активистов с своей аудиторией через это приложение. Что у нас есть? Например, я один из основных комбинаторов был в Невском районе. Мы проводили фестиваль, это без какой-либо вообще поддержки. Просто это вот была проблема с парком, мы хотели застроить под стоянку, и мы собрались просто с соседями, сказали, давайте выйдем, покажем, что мы на этот парк можем, пройдем фестиваль, праздник и так далее. Просто вот сами скинулись, соседи там еще провели, сами для себя праздник. Вот, и мне кажется, вот таким форматом должны и руководствоваться, да, где на какие-то мероприятия почти всегда там, взаимоследствуют. Ну, в принципе, да, это вот проект, сайт уже, прототип есть. Ну, все, соответственно, я оставлю на заставке, какие могут быть города. Спасибо большое, Алексей. Есть ли вопросы у экспертов? Скажите, пожалуйста, чем отличается Ваше мероприятие или Ваш проект от того же молодежно-экологического форума, который ежегодно проводится в Санкт-Петербурге, или экотеха, которая проводится в Москве? Ну, я понял, да, в чем как бы новизна? Потому что волонтеров в экологической сфере она очень сейчас, насколько приятно, не знатся. Ну, где как, да, но, смотрите, тут такие, как бы такие уже новизна, она глубже у нас кроется. Во-первых, это то, что стало становление от этих связей, и не то, что организации, да, там между собой варятся, приехали на форум, показали, приехали, да. Необходимо найти жителей районов, дать им возможность поверить в то, что можно вокруг себя, особенно для Петроградки это важно, да, каменные джунгли, да, как-то обустроить территорию, как-то делать, чтобы воздух был чище, да, там, экология лучше, да, потому что мы сейчас выйдем в проспект, да, там, улицу, и, соответственно, начнем вот этим воздухом дышать дальше. И дети, в том числе, и все, которые тут у нас будут, то же самое, да, привлечь жителей, это первое. Во-вторых, это должна быть платформа, такая мета-платформа, объединяющая разные организации, потому что они все по своим, как бы, направлениям работают и реально даже не знают. Мы проводили опросы, когда подготавливали, там есть проект с сайтом, да, в чем проблема. У организации две проблемы, они с другого мало контактируют. Второе, у них проблема до аудитории отстучаться даже через контакт, через группы, сложные, там, объявления какие-то вешать и так далее, да, то есть человек их не видит просто. Им нужен быстрый, действенный способ оповещать свою пасту, людей, которые в этом заинтересованы, в том, что вот будет субботник, допустим, или, там, приходите еще куда-нибудь, там, помогите, что-нибудь. Или даже, это не только про волонтерство, это просто, как бы, про такое собирание всех мощностей, вот, серию филологии. Ну, с одной стороны, это медиация между, как я сказал, с этими СНКО разумеется, да. С другой стороны, самое первейшее, что я хочу донести сейчас, это вот между жителями. Потому что, ну, вот они приходят, проводим фестиваль, да, там, вышли, все показали, каждый круг что-то там полиртел, отлично. Ну, мы, как бы, не опрашиваем этих людей с точки зрения, вот, что ты умеешь, чего бы тебе хотелось бы, да, давай. Просто, вот, у нас отличный парень был такой, как бы, вот, его запустил в какую-то индиторию, он со всеми познакомится, и уже какие-то проекты, там, там, у Васи делает дизайн, а вот этим нужен дизайнер, как раз-таки, давайте мы вас соединим, все делаем. Ну, то есть, вот такая медиация между жителями, между активными жителями, гражданами, вот, соответственно. Это в первую очередь. То есть, увлечение для основных сил? Ну, да, то есть, это самое первое, это вот, как мы, наша цель, это формирование такого образа эко-гражданина, что житель города, это не отстраненные участники, которые мы просто по телевизору наблюдают, что там с экологией делается, он как раз-таки является основной, как бы, звеном. Он же потребляет эти ресурсы, да, потом выкидывает, то есть, вот, знает проблемы нагрузки на экологию. И, как от городских жителей, я такие завистики не люблю. Ну, я решил сказать, что вот эта вот идея, она очень новая. Даже я на форуме питерском осенью участвовал, там, с правительством, все там были. Вот, и понимания этого нет, там даже более-менее как-то проклевываются иностранные специалисты, которые приезжали, архитекторы вот этих новых... города для... живые города, там, города для людей, вот, у них что-то, наверное, начинали в этом направлении работать. А у нас пока еще вот даже понимание вот этого вопроса поднимает. Ну, уже, наверное... Можно потом, да. Если Алексей очень коротко ответит... Боишь, Таня? Да, я тоже этого боюсь, поэтому, Алексей, большое спасибо. У нас вот была, кстати, лекция. Раздельный сбор в школах Ольга одна, в общем, проводила. Она участвовала в конкурсе «Твой бюджет». Вот про него она в том числе рассказывала. Попробуйте там тоже поучаствовать, потому что там любят вот такие, как раз такие вещи. Следующий у нас номер шесть. Чумаченко...